Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. Радостная для белорусских властей весть прилетела из Поднебесной. Китай выдал синёк и кредит – больше 500 миллионов долларов. Они пойдут на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов. Китайские деньги позволят заместить российский кредит, с выдачей которого Москва продинамила. Белорусский Минфин торжествует, но при этом не раскрывает, под какие проценты китайцы одолжили денег. Равно как могут быть и иные скрытые обязательства, долг-то платежом красен, как официальные флаги заёмщика и кредитора. Учтите, Шура, за каждый скормленный вам витамин я потребую от вас множество мелких услуг. А верховный заступник озаботился безмерными штрафами, которыми государство белорусское обложило своих граждан. За 10 лет число административных правонарушений удвоилось. За неполные 5 лет зарегистрировано 16 миллионов нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 миллионов граждан. Это более 50% всего трудоспособного населения страны. 80% – это нарушения правил дорожного движения. Президент вступается за водителей. Вол, и дороги перегружены, и припарковаться негде. И вообще, говорит Лукашенко, саботируется его поручение по увеличению скоростного режима на 1-й и 2-й МКАД. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей. Сегодня в Беларуси протоколы о правонарушениях могут составлять более 70 ведомств. Президент возмущается так называемой палочно-галочной системой, где верховенствуют валовые показатели. Правда, об этом же тот же самый Александр Лукашенко говорил еще в августе. Что, опять саботаж? Сам всем тебя этот гай не уважает, слушай. Доходит до того, что руководство сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день. Да ладно! За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. Похоже, чиновники испугались или сделали вид. Во всяком случае, после совещания министр внутренних дел Юрий Караев рекомендовал гаешникам максимально организовать предупредительную работу. Вот что выборы животворящие делают. Давай, давай, не безобразничай. А потом фактически с теми же чиновниками, но еще военные добавились, Лукашенко провел заседание Совета безопасности. Причем накануне встречи с Путиным. Говорил, что в мире неспокойно, что продолжается гонка вооружения и информационное противостояние. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. В соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность. Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. А между прочим, Беларусь с Россией находится в военно-политическом союзе и тоже, хочешь не хочешь, вовлекается в эту войнушку. А тут еще углубленная интеграция. Про нее Лукашенко и Путин поговорили на следующий день в Петербурге. Как сообщается, согласовано 28 дорожных карт. Нерешенными остаются темы нефти, газа и налогов. Впрочем, ожидаемо еще накануне Владимир Путин на большой пресс-конференции назвал условия, при которых Беларусь может рассчитывать на внутрироссийские цены на газ. Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные. Лукашенко с печатным станком, понятно, не расстанется. А потому успехом названо сохранение цен на энергоносители. Про хотелки, что газ должен стоить, как в Смоленской области, уже не упоминается. Цены будут не выше уровня текущего года. По всему выходит, что налоги, нефть и газ остаются непреодолимыми барьерами для углубленной интеграции. И пока непонятно, будут ли без этого подписаны остальные дорожные карты или переговоры затянутся надолго. Где карта, Бея? Нам нужна карта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...